Ребят, всем привет, с вами Гару и вы смотрите мое новое видео, посвященное Гвинту. В нем я продолжаю разбирать основы игры. Кстати, если вы новичок Гвинти и хотите узнать о игре получше, рекомендую посмотреть два предыдущих видео. На этот раз речь пойдет о фракции чудовищ или монстров. Как следует из названия, в этой фракции собраны самые разнообразные монстры, с которыми Ведьмак сталкивался на протяжении книг и игр. Но акцент, конечно же, делается на третьей части игры. Как вы понимаете, речь идет о известных на момент записи видеокартах и в дальнейшем я обязательно запишу ролик, уже когда нам покажут все карты этой фракции. Лидер, которого вы уже видели в моем разборе шоу-матча, это Дагон, один из боссов первой части игры. В книге упоминаний Дагона вы не встретите, однако в них есть рыболюди, похожие на прислужников Ктулху в произведениях Лавкрафта. Что, видимо, и подтолкнуло разработчиков к созданию и введению этого создания в игру. То, что Дагон в игре является отсылкой к произведению Говарда Лавкрафта, не скрывали и сами разработчики. Уникальная способность Дагона позволяет ему разыграть любую погодную карту, что с учетом уникальных механик колоды монстров, которые получают бусты за, скажем так, плохую погоду, это просто бомба. И он идеально заходит в монстрячью деку. Второй известный на текущий момент лидер монстров, это Эридин, король Дикой Охоты и главный антагонист Ведьмак 3. В книге он представлен чуть иначе, для Гвинта использован именно образ этого персонажа из игры Ведьмак 3. Уникальная способность Эридина звучит дословно так. Эридин вступает на поле боя. То есть, по сути, активация способности этого лидера вызывает на поле боя героического персонажа Эридин с неизвестной пока силой и способностью. Учитывая то, что Эридин прописался в лидерах фракции монстров, нет ничего удивительного в том, что уникальными героями для этой колоды стали его ближайшие приближенные лейтенанты. Первый из них Карантир, бывший ученик Авалакха, благодаря необычайным способностям, стал одним из первейших начальников Дикой Охоты. В игре он не имел равных в искусстве простой телепортации, в чем имели возможность удостовериться защитники Каэр Морхена. В Гвинте же эту его особенность открывать пути отрядам Дикой Охоты через время и пространство реализовали очень удачно, скажем так, по бэку. Он копирует каждую карту Дикой Охоты в своем ряду. Думаю, даже не стоит объяснять, насколько сильна эта способность, если ваша колода изобилует существами Дикой Охоты. Именно поэтому сам Карантир обладает лишь второй силой. Конечно же, если речь заходит о приближенных Эридина, то нельзя забывать о его правой руке, Эмлерихе. В отличие от Карантира, сила у Эмлериха уже шестая, а способность отчасти самодостаточна, хотя и хорошо дополняет общую механику Дикой Охоты. Эмлерих при выходе на поле боя вызывает двух гонщик Дикой Охоты и вызывает Мороз. Гонщики являются существами со второй силой, со способностью, которая увеличивает их силу в два раза, пока на поле боя есть Мороз, и убирает их на кладбище, если Мороз пропадает. То есть, сам по себе вызов Эмлериха дает вам 14 силы на столе, а что еще важнее вызывает столь необходимый существам Дикой Охоты Мороз. Думаю, многих из вас обрадует третий уникальный герой, ведь его появление означает, что далеко не все у монстров вертится вокруг Дикой Охоты. Встречайте, Леший. Любопытный факт, несмотря на многочисленные упоминания в книгах, Геральт так ни разу и не встретился с ним на их страницах. В игровой же серии мы все помним потрясающий образ Лешего из третьего Ведьмака. В Гвинте Леший обладает седьмой силой, а при выходе на поле боя вызывает трех волков со второй силой, а также призывает туман на поле боя, что опять-таки неплохо его увязывает с общей механикой монстров, в частности с туманниками. В описании, кстати, есть опечатка, там пропущено слово туман. А вы как думали? Теперь у монстров есть свои шпионы. Уникальная способность шпионов монстров – это возможность помимо дрова карты еще и уничтожить одно существо на кладбище оппонента. С одной стороны, это делает их слегка бесполезными в первый раунд, с другой же стороны, их способность сильно обламывает колоды, любящие играть через кладбище. Вроде скеллиги. Хотя практически все фракции имеют карты, так или иначе взаимодействующие со своим кладбищем, и такие шпионы способны сильно спутать карты оппонента. Как и в случае с Королевством Севера, оба шпиона монстров обладают с восьмой силой. Химера занимает осадный ряд, а катакан – ближний. Уникальная специальная карта монстров – Белый Хлад. Ну или Белый Мороз, это звучит странно. Она позволяет разыграть по выбору либо Мороз, либо Туман, что как несложно догадаться, идеально заходит для их колоды. И механик, который усиливает или призывает существ из колоды и руки за счет отрицательных погодных эффектов. Думаю, вы уже догадываетесь о стратегии монстров. Вкратце ее можно описать примерно так. Бафаем себя, дебафаем оппонента. Для Тумана у нас есть Туманники, а для Мороза – представители Дикой Охоты и Ледяной Гигант. Даже для Ливня у нас есть Гигантская Жаба, которая получает Х2 и находится в осадном ряду. На первый взгляд может показаться, что все это с легкостью контрится картой Клиер Скай, которая убирает все погодные эффекты со стола. Но нельзя забывать, что Эмлерих вызывает Мороз, а Леший – Туман. Их лидер Дагон в состоянии разыграть любую погодную карту, а их специальная карта позволяет им сыграть по выбору тот же Мороз или Туман. В общем, так или иначе, будет пасмурно и холодно. Добавьте к этому совершенно сумасшедший разгон по силе существ Дикой Охоты, который получает Х2 силы, если на столе есть холод. Догиньте им командирский рог и контрить такую силу бескорча, уничтожающего самых сильных существ на столе или соответствующих обилок существ, уже будет практически невозможно. Добавьте ко всему этому еще уникальную особенность монстров, которые оставляют на столе одного из негероических существ по окончанию раунда, и вы поймете, что монстры способны сожрать любого противника. Хотя нельзя не отметить, что на текущий момент монстры, пожалуй, самая грубая и простая по задумке колода. Грубая сила, дебафы и бафы. Все же у них немало существ, которые лучше всего подходят в словосочетании именно грубая сила. Вроде тех же ведник. Разыгрываем одну из них, она призывает две других из колоды, и уже на столе 24-я сила в осадном ряду. Докиньте туда монтикору с 12-й силой и командирский рог, и у вас уже 72 силы на осадном ряде за три разыгранных карты. Офигеть! И как бы все! Без ливня противнику остается только сжать паз, либо тратить скорчь, или другие обилки какие-то. В общем, контрить это невероятно сложно. На этом, пожалуй, все. Ребят, надеюсь, вам было интересно смотреть, вы узнали что-то новенькое. Не забывайте подписываться и следить за новостями на сайте goha.ru Всем пока!